МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня проходит областный форум волонтеров. Владимиру Прокопцову 66. Початок святочного дня майстер провел народной земли. А зараз об этом и иншим больше подробязанным. Информатизация Галины, развитие электронного нотариата, проблемные моменты и перспективы. Сегодня в Гомеле прошло поширенное выездное посадение постоянной комиссии Совета Республики по законодавству и государственному строительству. Про цех темы далее в сюжете. Законы должны быть зрозумелыми людям. Для этого их нужно писать простой мовой. Зарабить это можно только при умове тесного и пленного контакта парламента с насильством. Важно высветлять проблемы, которые турбуют людей, и створать законодавшие акты у ответственности с этим аспектом. На этот раз увага у дельников посаджения была затеркнута на нотариальной деятельности. Зараз идет шлифовка законопроекта об нотариате. Принят в первом чтении законопроект об изменении законов о нотариальной деятельности. Это произошло 26 июня 2019 года. Но сейчас есть еще возможность нам посмотреть, какие есть, может быть, неточности в этом законопроекте, как отшлифовать какие-то формулировки. Нам надо пообщаться для этого с людьми и выяснить, как я уже сказал, проблемные вопросы, которые есть на местах. У названной законопроекте есть моменты, которые могут тишиться, бадай, что каждого человека. Это расширение компетенции нотариуса, в том числе передача прав должностных лиц и сельских сполкомов по удостоверению завещаний, согласий и доверенности. Если раньше, вы знаете, в сельской же местности у нас нет, нотариальных контор и бюро, то эти функции по удостоверению завещаний, согласий, выполняли уполномоченные должностные лица сельских сполкомов, то сегодня мы предложили передать эти функции нотариусу. Кардинальных измен у новом законопроекте не будет, але иснуючая версия документа утрымлювала нормы, які упромым сенси тормозили развитие нотариальной деяности. Разом с тем, гэта сфера удосканаливается вельми активно, починаючи от уладкования зрушных и сучасных помешканья для приема нотариусами громадян и до цифровизации галяны у целым. Развитие также однозначно характеризуется на сегодняшний день очень серьезным нашим интересом в внедрении новых информационных технологий в нотариальную сферу. Это связано как с разработкой внедрения в нотариальной деятельности единой электронной системы учета нотариальных действий наследственных дел, так и разработкой так называемого автоматизированного рабочего места нотариуса, которое поможет не только упростить некий документооборот непосредственно у каждого нотариуса, но позволит использовать нотариальные действия, использовать при совершении нотариальной деятельности актуальную информацию, которую мы непосредственно берем из государственных информационных ресурсов и базируем на основании этих данных, полученных на актуальных данных, подчеркиваю, онлайн-данных, которые мы получаем. Наши нотариальные сделки, в том числе сделки с недвижимостью, оформление наследственных прав и иные действия, которые совершает нотариус. С 2013 года нотариат переставлит шицы держслужбой. Глина перешла на самофинансование. Але усе нотариальные деяния ожитивляются усе ж таки от имя державы. Тому так важно не только абсолютная докладность у работе ведомства, але и его постоянное развитие. Это довер, який необходимо оправдывать, как перед керавництвом краины, так и перед его насельництвом. Марина Джалая, Дмитрий Котов, Игорь Марысченко, телерадиокомпания «Гомель». Дождливое надворье притормозило темпы жнива. За минулые сутки по краине намолочено 106 тысяч тонн сбожа. Ранее этот показчик был в два с половой разы больше. В целом по краине сбоживые обмолочены на 75% площадью. Агульно-республиканский каравай важит больше за 5 миллионов тонн. В нашем регионе сбоживые обмолочиваются на опошней третьей пассионных площадью. Одночасово протягивается уборка и перепрацовка лену. Убрана больше за 80% палетков. Высевают лен в шести районах Гомельщины. Самые великие площадь будут Кашалевским и Кармянским. Все лета под гэтую культура 2 лет 4 775 гектаров, что практически на 500 больше, чем в минулом году. Лен вельми потребовальный до складу хлеба и захования технологической дисциплины. Значно впливает на урожайности надворье. Червинская спякота оказалась несприяльной, особливой для ранних посевов. Засуха в активной фазе негативно отбилась на росте культуры. За надворье и уборку лену пошли на два тыдня ранее звычайного термину. Урожайность зараз складает 2,5 тонны тросты за 1 гектара. Мы держим лен-долгунец, который подошел к стадии теребления. Уже полная спелость его. Ну и выбираем уже несколько этапов, то, что мы сели в несколько этапов. Значит, лучшие посевы мы уже практически убрали. У нас остались уже такие посевы, которые сам больше пострадали от засухи. Ну и в течение где-то 5-7 дней мы завершим теребление. После терабления лен просушивают на полях не меньше за 3 тыдни. Потом у рулонах он отправляется на Кармянский льнозавод. Все лето на склады поступило больше за 800 тонн льнотросты, с которой далее вырабляют льноволокно. И оно идёт у якости сыровины на Аршанский льнокомбинат и на экспорт в Китай и Прибалтику. Отходы вытворчасти перепрацовывают у брикеты. Это вид биопалево, который позволяет отримывать теплоэнергию при минимальных выдатках. Усяго до конца сезона плануется нарихтовать и перепрацовать 8,5 тысяч тонн льнотросты. Скончить работы у поля требует до 25 вересня. Допомогать тем, кто мает этим вострую потребу и прозгеты реализовывать свои здольности. У Гомельскому районе проходит областный форум волонтеров, мыта якого соединяет проявление инициатив и долучение молодой до громадской деятельности. Те просто стать волонтером и головные застаться им, да видалася Марина Джалая. Клоуна-терапия – лечение смеха. Мужобода никого не могут удивить опранутые у клоунов волонтеры, которые приходят в больнице до хворых детей. Они дарят маленьким пациентам хвилины счастья и радости, расквечивают их свет яркими фарбами, полепшают настрой и помогчимости самоотчувания. И от этого сами становятся больше счастливыми. По этой люди, здольные не только спочувать, а и допомогать реальными справами. Накерунка волонтерской деятельности, от которых больше светло становится на души, вельми шмат. Волонтер – это скорее устремление твое внутреннее, душевное, когда ты видишь, кому ты можешь помочь, определяешь ту категорию людей, кому ты можешь помочь, быть полезен. И идешь в организацию, такой как Белорусский Красный Крест, и уточняешь, где ты можешь себя применить, будешь полезен и так далее. Волонтер сам направляет себя, то есть он приходит в организацию, мы ему рассказываем, проводим разные вводные курсы, и в дальнейшем он сам пытается выбрать для себя то, что ему больше нравится. У Гомельской области коля двух с половой тысяч волонтеров. Два годы тому их было коля 500. Наш регион и это подтвержденный факт – лидер по масштабности волонтерского руха и колькости добрых справ. На этот раз у малявничем куточку Гомельского района собрали активистов зусей в области, как разом вучиться новым формам волонтерской работы и обмениваться в опытом. Много очень направлений деятельности, которых интересует. Это и уход на дому, кинэстетикс, это международное гуманитарное право, это реагирование на чрезвычайные ситуации. И мы действительно дорожим своим отрядом быстрого реагирования и с его берем и копируем пример для других районных организаций. Коли человек, отшивая потребу допомагать іншим, колопатиться об тех, кто по разных причинах оказался ускладанной ситуации, детям, что растут без батьков, старым людям, покинутым без поддержки близких, их зауседы будут рады принять у роды волонтеров. Як вядома, лучше отдавать, чем брать. Особливо, коли сердце человека наполнено добрынёй, пяшотой и с почуванием до тех, кто побач. Навод, коли это абсолютно чужие люди. Марина Джала, Валерий Гапанько, телерадоя компания «Гомель» из Гомельского района. Сегодня у восьмый день, восьмого месяца, ровно у восемь годин ранее, цей восемь хвилин, знакомитый символист, уродженец Гомельской земли, Владимир Прокопцов почав свой особистый перформанс у парку. Мастак наносил опошние штрихи на живописную работу, коли побач узник поэтичный в образ музы. Это была молодая женщина, махчима господиня парку. На самом решу бачить за работой с пензлем генерального директора Национального мастацкого музея Беларуси «Великое шансование». Его справы расписаны на некольких годов наперед, однако день рожжения – особливая дата, якую по традиции означают незвычайные подеи. Поездка у Гомель и ранешний пленэр – экстравагантный початок святочного дня. Сегодня у Владимиру Прокопцову сполнилось 66. Я лечу, что мне лесом посчастило, что я маю и эдукацию, и что я задоволен тем, что займаю эту посаду, и что я на своем месте. Это вельми важно для кожного человека, во-первых, отповедать своему месту, где ты находишься. Коли человек – это профессионал, и он не глядит на годинник, и он завсёдно на работу и идет за довольнением, и за довольнением от выкона работы и до хаты. У свой день на роджение приемно не только принимать подарунки, а и дарить. Владимир Прокопцов свою новую работу под назвой «Угумельским парку. Восьмого жнилня, 8 годин ранецы, 8 хвилин и 8 секунд урочисто передал удар музею Палаца Румянцевых и Паскевича». Дарыч и тут сегодня подвели и выники республиканского пленэра. Тыдень тому на территории Палацево-паркового ансамбля стартовала акция, примиркованная до 100-годового юбилея музея. Девять знакомитых белорусских мостаков были запрошены на пленэр у Стародауни Гомельский парк. Работы, написанные под открытым небом, склали экспозицию импровизованной выставы. Семь дён работы на свежем поветре у одним из самых малявничих местов Гомельского региона. Парк и его помнэки архитектуры у разностайных в образах и колерах. На картинах у заход солнца и ночные лихтары. Тёплые кольеры палаца и яскравая сень сожа. Знайомые краевиды и выявы незвычайных ракурсов. Пленэр не обмяжовывал мостаков только пейзажными работами. Многие зазернули у палац и написали картины у позабытым сегодня жанры интерьерного живопису. В описи на личности Гомельского замка обозначена работа Дмитрия Васильевича Григоровича с видом красной гостиной, но она не сохранилась. И была ещё работа мисс Махера, архитектора, который принимал участие в строительстве часовни-усыпальницы, тоже с интерьером, она не сохранилась. То есть с того времени, с Серебряного века, в общем, как мне известно, никто к этому жанру не обращался. Я просто торжествовала, когда видела художников с кистями, изображающими интерьер дворцовой. Картины, которые ещё пахнут фарбами, отправятся в мастерни за допрацовкой и обрамлением. Некоторые станут эскизами для больших грунтовных полотнов. При подведении вынеков пленэра одному зыдельников неофицина присвоили звание передовика живописной вытворчасти. Александру Костюченко, уродженцу Добрыжского района, удалось за тыдень написать 7 работ и ещё неколько эскизов для дальнейшей творчести. Вот этот пленэр показал, что, в общем-то, здесь тем открылось для меня, в общем-то, много. Это не все, в общем-то, работы, которые я начал писать, но что получилось, то получилось. Конечно, время малое, но пленэр, он для того существует, чтобы собрать какой-то материал и потом, в общем-то, работать над ним, понимаете. Этим интересно. Общение. У початку листопада музей Палаца Румянцевых и Паскевича будет проводить шерох святочных урожистостей у промеркованных до 100-годового юбилея. Под час их до празованные и оформленные картины с пленэра будут переданы удар в музею. Евгений Кухаронак, Сергей Лукашук, телерадио «Компания Гомель». До открытия новой биатлонной трасы у Гомель приехали молодые спортсмены и тренеры из всей страны. На передней великой спортивной подеи гостям пропоновали ближе познайомиться за регионом и побывать на одиных Украине нафтовых родовищах. Команда юных биатлонистов колькостью 140 человек отправилась в Рэйчицкий район. Тут экскурсии под открытым небом, колябуровых установок и сведровин. Залежи нафты тут на трехкилометровой глубине. Однако для молодых спортсменов ее доставили в специальных колбах на поверхню. У одним широку наглядно все виды белорусского золота, которое можно было не только взять в руки, но и сделать памятное селфи. Экскурсии принимаем часто, но детей, наверное, в таком составе, в таком количестве первый раз. Это эксклюзив. Такой большой экскурсии я еще ни разу не принимал. Нам показали, как это не сама получилось, как она выглядит. Нам дали даже потрогать. У нас уже руки дорогие, мы уже ценим это. Нам рассказали много интересного, когда мы ехали, это был длинный путь, но нам было интересно послушать экскурсия в воду. Мы много чего нового узнали. И в основном в нашем виде спорта лыжи, палки, это все нефтяные продукты. Оказывается, мы катаемся на нефте. Напереде у юных биатлонистов мастер-классы со знакомитыми спортсменами и самое головное – открытие трассы и Кубок Белорусской Федерации Биатлона. У лицеи МНС проходят республиканские споборненства на Кубок Белорусской Федерации пожарного ротовального спорта. За узнагороды размагаются команды областных и минского городского управления МНС, а так само университета грамадзянской обороны. Усего 80 спортсменов. За ходом споборненства сочили наши корреспонденты. Команда Гомельской области – один фаворитов споборненства. Наши спортсмены – улику лепших у республицы. До домашнего старта урыхтовались сурьезно. С споборненством попередничал двухтудневый сбор у лицеи МНС. Наша команда – это слиток молодости и опыта, который всегда будет поддерживать заданную планку и всегда идти к надежному результату и на уровне республики. Поэтому есть заслуженные спортсмены, есть молодежь, которая приходит в команду и достигает результата. Открывал споборненства подъем по штурмовой лестницы. Этот вид программы – один из самых видовичных. Меньше как 15 секунд потребуется спортсменам, чтобы оказаться на вершине башни. Сдается, что робят я на это с башной легкостью, однако таки подъем потребует шмат сил. Справа идти на сотые секунды, а там у физичной и технической подрыхтовки должны быть на высшении. Дарыш и национальный рекорд у этой дисциплины належит Гомельшанину, заслуженному мастеру спорта Владимиру Стральшени. Первый – заести до сегнения земляка, задача злику вельми складанных. Первая попытка на команду дается, а вторая уже сама на себя. Побежим уже на рекорды. Сил хватает, команда готова. Боремся за тройку. Другим номером программы с поборництва будет переодоление стиметровой полосы с пирожкодами. Завершится все – боевое разгортывание. Дарыш и на приконце жнивня у российским Саратове пройдет чемпионат света по пожарно-вертавальному спорте. У составе сборной Беларуси будут все спортсмены с Гомельской области. Максим Савин, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». ГТ и иншие новины вы можете знайсти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Конопля высотой в 3 метра. В Реческом районе обнаружена и уничтожена тонна наркосодержащих растений. Специальное комплексное мероприятие «МАК» проводится в регионе с 1 июня. Сейчас самая активная фаза по выявлению и уничтожению наркосодержащих растений. Накануне оперативники наркоконтроля Реческого РОВД недалеко от деревни Ведрич обнаружили необрабатываемый участок площадью полгектара, на котором произрастала конопля. Высота отдельных растений достигала 3 метров. Для уничтожения наркосырья направили сельскохозяйственную технику предприятия «Новый путь Агро». Декорастающую коноплю скосили и закопали в землю путем дискования почвы. Вес уничтоженного зелия составил около 1 тонны. С начала акции в Реческом районе установлено 24 факта произрастания наркосодержащих растений на площади 3,5 гектара. К этому моменту в регионе уничтожено более двух тонн конопли и мака. Предположительно, из-за плохого самочувствия водителя произошло ДТП с легковым автомобилем в Гомеле. Трагедия произошла вчера вечером в час пик при подъезде к путепроводу на улице Хатаевича в направлении улицы Советской. По предварительной информации водителю стало плохо за рулем, из-за чего он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на осветительную опору. На месте происшествия водитель скончался. Экипаж ГАИ до приезда скорой помощи попытался провести первоочередные реанимационные мероприятия, однако они не увенчались успехом. Медики констатировали смерть. Ее причину предстоит выяснить экспертам Госкомитета судебных экспертиз. ГАИ, в свою очередь, напоминает, что в болезненном или утомленном состоянии, а также под воздействием лекарственных средств, снижающих внимание и быстроту реакции, управлять транспортным средством строго запрещено. Примерно в это же время вчера произошла автомобильная авария в Житковичском районе. 33-летний житель Минска на личном автомобиле МАЗ с полуприцепом перевозил 24 тонны зерна третикали из Луцкого района на элеватор житковической хлебной базы. Двигаясь по автодороге Кобрин-Гомель, не справился с управлением и съехал в Кювет, где вместе с грузом опрокинулся. К счастью, водитель в результате ДТП не пострадал. Пожалел жену и хотел взять всю вину на себя, однако следствие ввести в заблуждение не удалось. В конце мая сообщалось о трагической аварии в Светлогорске, которую устроил 22-летний нетрезвый бесправник. Тогда погиб пассажир, ехавший в качестве попутчика. Как выяснило следствие, за рулем был другой человек, жена обвиняемого. Она была трезва, но также без прав. Мужчина решил взять вину на себя, поскольку в семье пятеро детей. В ходе следствия в отношении супругов были проведены судебно-медицинские экспертизы. У мужчины телесных повреждений не обнаружили, у женщины были ссадины, царапины и кровопотеки, характерные для ДТП. Кроме этого, эксперты установили, что вещество, изъятое с поверхности Авде, кровь жены подозреваемого. Теперь он проходит по другой, более мягкой статье, а заведенное на его жену дело прекращено. Многодетная мать попала под закон об амнистии. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь4Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Хоккейный клуб «Гомель» одержал четвертую победу на групповом этапе розыгрыша Кубка Руслана Салея. Ключевым фактором во встрече рыси и молодежки У-20, которая проходила в Жлобине, оказалась игра в большинстве. Пять из шести взятий ворот случились при игре в неравных составах. Первый период завершился в ничью. На 1-1 у «Гомеля» отличился «Зайчик», у молодежки «Кузнецов». Во втором «Гомельчане» усилиями Хузеева и Семочкина забросили дважды. И на второй перерыв ушли, ведя в счете 3-1. На старте заключительной третий «Белов» сократил отставание, а спустя 10 минут, как шаров, восстановил преимущество «Рыси» и в две шайбы. Итоговый счет поединка 4-2 в пользу команды Сергея Стася. В группе А без поражений пока идут «Гомель» и «Неман». В группе Б – стопроцентный результат у «Шахтера». В субботу, 10 августа, «Гомель» в «Жлобине» сыграет с хоккейным клубом «Бобруйск». «Химик» и футбольный клуб «Гомель» сыграли товарищеский матч. Поединок состоялся в Светлогорске. Сильнее оказался представитель первой лиги национального чемпионата 2-0. Отличились Халимончиков и Прокопенко. На отмечу, что в составе «Зелено-белых» было три потенциальных новичка. В субботу «Гомель» в рамках чемпионата сыграет дома со Слуцком. «Химик» в этот же день на своем поле встретится с ВРЗ продолжает подготовку к стартующему 7 сентября чемпионату Беларуси по мини-футболу. Магоностроители, зарекомендовавшие себя в последние годы как дружина с самым стабильным составом, и в нынешнее межсезонье не изменила своим подходом к селекции. Изменения минимальны. На место ушедшим Дмитрию Шамли и Вадиму Олешкевичу пришли Дмитрий Лоси и Владислав Колоцей. Первый хорошо знаком гомельским болельщикам. Игрок долгое время защищал цвета ВРЗ еще в футзальная прошлая команда и был капитаном. Возвращение в Гомель для игрока – новый вызов. Это моя родина, это моя родная команда, я рад вернуться в Гомель. Личная цель – максимально помочь команде для достижения максимальной наград. Это заветный трофей, золото чемпионата. Галкипер Владислав Колоцей, перешедший в ВРЗ из любительской команды, опыта выступления высшей лиги чемпионата Беларуси не имеет. Однако тренерский штаб вагоностроителей рассчитывает на прогресс футболиста. Номером один в воротах гомельской дружины по-прежнему остается Юрий Дегтяренко. В резерве вместе с Владиславом Колоцеем будет игрок молодежной сборной Беларуси Артем Петухов. Галкипер в минувшем сезоне выиграл молодежный чемпионат страны в составе команды ГомГУ ВРЗ. По словам главкома вагоностроителей Анатолия Яновского, больше кадровых новостей из стана команды не поступит. Состав оптимальный. Всегда есть над чем работать. Мы немножко меняем предсезонную подготовку с учетом игроков, которые есть, которые приходят. Хотим двигаться дальше в своей работе. И поэтому у нас все работают с большим желанием. Конкуренция в составе сейчас высокая, как у нас и всегда было. Со следующей недели вагоностроители к тренировкам добавят и спарринги. Соперниками будут команды из российского и украинского чемпионатов. Задача минимум для ВРЗ на грядущий чемпионат очевидна – это медали. Последние три года команда неизменно в призах – три серебра. Об этом вслух не говорят, но очевидно, что цель номер один на сезон – это сделать шаг вперед и примерить уже золото чемпионата. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4. Субтитры создавал DimaTorzok